Мехмоды в мире вейпинга это как маслкары в мире автомобилей. Это не только девайс для парения. Также это предмет стиля, статуса и отличительный знак среди комьюнити. Знак того, что ты в теме и ты шаришь. Итак, представляю вашему вниманию брутальную печку HK24 с накрученным на нее двухстоечной батлдеккой вместе с батлкэпом. Производитель данного мода компания Комплайф, которая ранее делала детали для Амера Вейпом, которые ныне называются Эйвид Лайф. Потом они выпустили батлдеку с батлкэпом, но на этом Комплайфы не остановились и выпустили целую линейку лимитированных модов. Их HK24 один из них. Мод имеет приятную удобную накатку, которая не дает моду скользить. Это то, что дает преимущество перед другими мехмодами, которые изрядно подзаебавшие скользить в руках. Сверху расположилось 9 газоотводных отверстий, предназначенных для того случая, если вдруг аккумулятор выйдет из строя. Здесь у меня установлена параллель с Chizet Clapton, которая помещается только в двухстоечную деку. В трехстоечной деке место куда меньше, и поэтому туда ничего не помещается. И, кстати, сопротивление намотки составляет 0,06 Ом. Такая намотка дает хорошую производительность, быстро разгорается и имеет хорошую вкусопередачу, но убивает аккумуляторы. Во-первых, аккумулятора хватает ненадолго, а во-вторых, буквально через месяц-полтора вам придется его менять на новый, так как срок жизни аккумулятора при таком низком сопротивлении уменьшается в разы. А теперь перейдем к самому интересному. К кнопке нашего мехмода. Кнопка в ХК имеет интересный и знакомый конструктив. Она похожа на кнопку от Эйбла, но лучше. Допилены некоторые идеи, но остались старые проблемы. Да-да, это я о магнитах. В Эйблах часто ломались магниты. Но, как видите, решение довольно простое. Если у вас сломался магнит, как это произошло у меня, то вы просто можете заменить его по серебряной пружине, и результат вас приятно удивит. Мехмод жарить будет так даже лучше. Еще одно интересное решение применили в месте, где происходит стык трубы вместе с кнопкой. Труба имеет скосы под кнопку, что обеспечивает хорошее качество прижима кнопки к стенкам цилиндра, что в теории дает лучшую токопроводимость. Мод приезжает в такой сумке с карточкой оригинальности, подписанной от руки. А также с незначительным маленьким, но очень приятным бонусом внутри в виде стикера, который может красоваться на любом вашем девайсе. Хотя, наверное, нет, не на любом. Он такого большого размера, что подойдет либо на ноутбук, либо на холодильник. Но и несмотря на все достоинства мода, нельзя не упомянуть о том, что он очень прихотлив к чистке. ХК, как и большинство мехмодов, нужно полировать чуть ли не каждый день. Но за счет накаток это делать не совсем удобно. Поэтому я рекомендую использовать полироли наподобие доктора Вакса, чтобы добиться быстрого и хорошего результата при минимальных затратах времени. Что же мы получаем в итоге? Мы получаем очень качественный, удобный и производительный мод со своими недостатками в виде очень кропотливого ухода. Ну и, как всегда, за качественную оригинальную продукцию нужно хорошо платить. За данный мод вам придется отдать примерно 200 долларов. Что ж, на этом у меня все. Спасибо всем, кто смотрел это видео до конца. Надеюсь, оно было полезным для вас. И не забывайте подписываться на наш канал. Пока!